Доброе утро понедельника. Мы приехали в красивое место, но в магазин. В общем, мы приехали в Best Buy. Вот он. Это магазин с электроникой. Вы там видите горы? Не видите? Всё закрылось. Горами. В общем-то, горами. Деревьями, понятно. Мы идём в Best Buy, чтобы купить кое-что, что я хотела очень давно. Можно сказать, моя мечта — осуществиться сейчас. Вот. Пойдёмте зайдём, и я вам покажу, зачем, собственно говоря, мы приехали рано-рано утром к открытию в этот магазин. В общем, мы приехали за камерой. Думаю взять такую. Обидно, что несколько дней назад у неё была скидка 150 долларов, и мы думали, что это скидка к Чёрной пятнице. И, собственно говоря, так и было написано на сайте. Вот. Но сегодня что-то она вообще без скидки абсолютно. Неприятная история, но что поделать? Что поделать? Хочется взять ещё вот такой вот штатив, держалку. Ещё есть очень крутая штука. Ну, как крутая? Американская фишка. Очень любит брать камеры и сдавать их обратно. Просто попользовался, сдал. Есть вот такой вот вариант open box. Здесь написано вот Excellent Condition. Она стоит на 150 долларов дешевле. Я, кстати, подумала её взять, потому что Excellent Condition — это значит, что ей не пользовались, нет никаких повреждений, нет никаких штук, отсутствующих в коробке. А вот это новенькие стоят. Что-то у нас ещё есть интересного. Да, и вот такая вот штука нам нужна. Так что нужно решить, хотим ли мы брать open box, который стоит дешевле, или мы всё-таки хотим взять полную, полный набор новый, и если будет скидка на Чёрную пятницу, сделать рефаунд. Это, кстати, как раз таки то, что я хотела вам сказать про Чёрную пятницу, что если в течение 30 дней дешевеет товар, какая-то скидка очень классная, по законодательству можете попросить вернуть вам вот эту разницу, которую вы заплатили больше. Что первым делом? Сразу же распаковка. Взяла неоткрытую коробку, решила, что ладно, возьму целую новую, потому что можно взять бандл, то есть когда совмещаешь два товара, и так бы это стоило 750 и 150, а так это в общей сложности стоило 800. Так что наверстала ту скидку, которую упустила до этого, ещё взяла карту памяти, здесь тоже идёт карта памяти в комплекте, и не было в наличии батареи и зарядки для батареи, дополнительной батареи. Вот, и мы заказали, завтра должно всё прийти. Так что сейчас буду всё распаковывать, всё понимать, как это работает, и уже следующие кадры вы увидите на камеру. Прощай, съёмка на iPhone, прощай, плохой звук. Здесь, видите, есть такая штучечка, чтобы ветер гасился, не было плохого звука. Так, да, буду со всем этим разбираться, ура, ура, ура. Всем доброе утро. Новый день. Я только что вышла из душа, заколола волосы, чтобы они вот так вот не высохли. И обещала вчера вернуться, как разберусь с камерой. И, в общем-то, вернулась на следующий день, потому что я сначала долго не могла подключить держалку для камеры, потом настройки делала для камеры. А нет, она отрубилась практически сразу же, потому что там вот столько было зарядки, мне пришлось её заряжать, так как второго аккумулятора ещё нет. Вот, сделала все настройки, уже вечер настал, и я думаю, ладно, с нового дня начну новый влог. Надеюсь, что я не налажала с настройками, это будет выглядеть нормально, и я нормально это всё смонтирую. План такой, значит. Приготовить еду, приготовить завтрак, оладушки. Мы суперсильно подсели на оладушки внезапно, не знаю. Хочется русской еды иногда, очень хочется. Я даже когда голодная, я такая, блин, так бы в Россию хотелось бы поехать, сходить в такой-то магазин, сесть этот, заказать то-то. Эх, с утра бы проснулась бы, вольчик бы пошла. В общем, такие штуки, несмотря на то, что в Америке, я слышу, очень многие говорят, что здесь невкусная еда, здесь очень вкусная еда. Здесь нужно найти, что есть, здесь нужно понять, перестроиться немножко. Вот, и тогда будет очень вкусно, здорово и классно. И сейчас я хочу вам показать штуку, то, что вы уже видели, если вы смотрите мой блог давно. Нам вчера пришёл вот такой вот ДНК-тест от 23andme. Здесь можно проверить, кто ты по этническому происхождению, какое у тебя здоровье, какие предрасположенности. Я такое уже делала в мае, кто помнит, тот помнит. Вот, и не показала вам результаты. На 100% я Анна Капунова, и на 71% европейская женщина. Можно посмотреть по регионам. Вот примерно где были мои предки. Здесь можно посмотреть по областям. Вот Московская область, Республика Карелия, Брянская, Тамбовская, Ставропольская, Воронежская, Алтайская, Нижненовгородская, Самарская, Средловская. И причём, что я реально понимаю, откуда эти области, от каких родственников и прочее. Ну и Украина тоже достаточно большая. У меня часть в моем ДНК. Львовская, Риви, не знаю, простите, кто из Украины, не знаю, как правильно произносить. Волнынская, наверное, Житомирская и Киевская область. В общем-то, получается, что я европейка на 69% это Истерн, Восточная Европа. Вот, и ещё у меня есть Северная Европа. Вот это вот для меня было открытием. 1,4% это Финны. Так, и у меня есть 0,2% евреев. Весомая часть у меня есть Восточная Азия и Северная Африка. Кто бы мог подумать? Ну, хотя я могу подумать, у меня дедушка азербайджанец, поэтому... Да, в общем-то, у меня 19% Иран, Кавказ и Месипотемиан. Вот, Анатолиан. Анатолиан это, как я понимаю, современная Турция. Видите, тоже вот по процентам. 0,1% Киприота. Вот это было очень удивительно. В общем, есть Манчжуриан, Монголиан. Ну, все мы попали под татаро-монгольское игорь, неудивительно. Вот это тоже удивительно для меня. Бенгалы и Индия. И Азия, Индия, Пакистан. Видите, ну, это все очень-очень маленький процент, но все равно когда-то, где-то, как-то это было все смешано. Вот, так что мне вот это очень нравится, вот эта вот часть. Конечно, она такая прям вся необычная и вообще не ожидала таких результатов. Ну, и есть 0,2% того, что они не знают, что это вообще за народ такой. Вот, в общем-то, да, вот так вот можно посмотреть. Европа у меня, вот у меня где-откуда, какие-то современные города находятся. К сожалению, в России такого не продается. 23andMe не сотрудничает с Россией, но, насколько я прочитала на, по-моему, Википедии, что санкт-петербуржцы находчивые заказывают тебе набор в Финляндию, там же плюют в эту колбочку и отправляют по почте, и уже им на телефон присылаются результаты. К сожалению, мы очень хотели привезти нашим родственникам, чтобы они тоже сделали, но слюна, это считается биохазард, не знаю, как сказать по-русски. Короче, такие образцы биологические нельзя проводить через границу, это, типа, запрещено. Поэтому, к сожалению, мы не можем привезти в качестве подарка нашим родственникам, кому-нибудь ещё. Вот, поэтому делаем только здесь. Кто живёт в Европе, вы можете заказать себе такой же тест, делать такой же тест. А кто живёт в России, езжайте в Европу, заказывайте туда на адрес отеля, например, плюйте в эту штучку и отправляйте, это дело одного дня. Вот, так что это очень-очень интересно, да. Вот такая вот я у вас на 71%, 71% европейка, и очень-очень много всего во мне намешано. Ну и скажите мне, что этот завтрак происходит нигде-то в России? Красная икра. Спасибо моим родителям, которые передали мне её оладушки с гущёночком. Только что позвонили в дверь, и я знала, что нам должна прийти посылка, ноутбук. Мы заказали с Амазона, и вообще там было написано, типа, обязательно кто-то 18 плюс возраста должен быть дома, чтобы подписаться, на-на-на. Я открыла дверь, лежит посылка. О, Коля звонит. Хочется знать. Он очень ждал ноутбук. Алло. Так, момент истины. Так. Эти пакет в пакете, это просто ужас. Так много всего. Ой, тяжёлый, знаете ли. С ним не пойдёшь в кофе, не проработаешь. Какая тряпочка приятная, как для очков. Ну, вот такой вот ноутбук. Должен быть очень мощный. Буду монтировать этот блок уже на этом ноутбуке. Буду осваивать премьер. Ну, и как бы, естественно, я думаю, что я буду очень сильно беситься. Потому что это всё-таки довольно сложная монтажная программа. Я всегда монтировала на телефоне. Ну вот. Я даже не знаю, его включить, наверное, можно. А как включается? Может, нам что-то нужно засунуть? Я зажала кнопочку вкл. Ладно. Коль придёт, пусть сам всё сделает. Я боюсь. Ваша матрёшечка накрасилась. Вот такая вот... Такой мэк я захотела сделать. А монотонный. Использовала вот такой вот тинт от Lamelle. Ребята мне прислали подарок, их коллекцию хэллоуиновскую. Вот. И вот он, тинт у меня на руке. Я сделала его на щёке вместо теней на губы. Получилось прикольно. И прикольно, что у них такие штуки, которые можно использовать и не на хэллоуин. То есть, да, это хэллоуиновская коллекция, но довольно-таки носибельные цвета. Ещё есть такой же белый тинт. Вот такие две палетки. Я ещё их не пробовала. Вот. И вот такой вот бальзам. Он у меня под тинтом нанесён. Это не реклама. Просто ребята решили сделать мне приятное. И прислали мне из Нью-Йорка посылку. Они в Нью-Йорке базируются или нет. Я сейчас не очень поняла. Ставлю ссылочку на них. Просто потому, что очень приятно. Новая косметика. Вот. И на днях ещё купила вот такую пудру Elf. В России мне было очень затратно покупать косметику. И тут я очень-очень долгое время не покупала косметику. Наверное, года полтора. Два. Даже. Да. Ну, короче. До начала пандемии я уже там за полгода перестала покупать косметику. Потому что знала, что я переезжаю. Зачем, собственно говоря. Вот. И тут я зашла в американский магазин. Потому что мне нужна была пудра. И такая. Блин. Как всё дёшево. Как много всего. Какое всё классное. И вот я думаю, не начать ли мне снова выникать в тему косметики. В тему того, как краситься. Потому что раньше я шарила. Сейчас уже не так себе шарю. И давайте с вами оденемся. Ну, как оденемся. Накинем что-нибудь сверху. Потому что у нас всё-таки ноябрь. И пойдём заберём ещё одну посылку. И это не последняя посылка на сегодня. Сейчас я заберу посылку из наших локеров. И ещё должна прийти карта памяти и... Зарядка для карты памяти. И это тоже ещё не всё. Я не знаю, когда должно прийти... Должно прийти кресло для компьютера. Для того, чтобы сидеть за столом. Мы хотим сделать мини-офис вот здесь вот. Короче, вот на этом месте, где у нас пустота. По задумке вообще такого официального дизайна этого квартиры. Здесь должен стоять стол. Видите, здесь лампы. Обеденный. Но мы хотим сюда поставить стол рабочий. Вот. Потому что... Ой, сори. Потому что хочется начать делать много всяких монтажей и прочего. И учиться мне дизайну. И всё-таки мы готовимся к поступлению в колледж. Вот. Так что да. Но проблема в том, что мы заказали компьютер. Мы заказали компьютерный стул. Но мы не можем сказать стол. Потому что есть один, который нам понравился в Икее. Он аджастабл. Который меняется наклон. Меняется вот так вот. И нет в наличии этого стола деталей для этого стола. По-моему, есть только столешница. Нет ног. И вы знаете, он есть только в паре Икее по всей Америке. В Калифорнии есть только рядом с Сан-Франциско. Они оттуда не доставляют. То есть на самом деле огромная-огромная проблема в Америке то, что в Икее нет ничего в наличии. Это очень странно. У нас в России просто есть, по-моему, производство прям, откуда везут товары. А Америка сама делает только деревянные очень-очень простые изделия. А другие, остальные, они импортируются из Европы. Представляете? Поэтому в Америку, если вы приедете в Икее, вы что-то выберете. Этого не будет на складе. И это, скорее всего, будет где-то в одном штате далёком, откуда вам не доставят. Так что, да, у нас есть всё, кроме стола. Так что не знаю, когда придёт стул. Но сейчас мы пойдём заберём посылку с Амазоны из локера. Я уже вам показывала. Покажу ещё раз, как это происходит. Вот, давайте одеваться. В общем, что требуется от нас? Спуститься на парковку к локерам, за которые мы платим 20 долларов за всё проживание, чтобы получать посылки в локеры в пункт самовыноса. Ну, вы видели, такие у нас есть Азоновские. И у меня есть штрих-код, который я просканирую, введу пароль, который мы сами создали. Заберу посылочку. Всё очень просто, удобно. Не нужно курьером искать квартиру по всему комплексу. Хотя сегодня две посылки пришли к двери. Это впервые. Наверное, потому что... Не знаю, кстати, почему они решили вдруг принести. Видимо, курьер попался, который захотел донести до дверей. Вот он, наш локер в нашем комплексе. Сейчас наш штрих-код принесу. Вводим пин-код. О, господи, почему они такие огромные? Ничего нет. Отлично. Закрываем. И выходим. Всё. Анпекинг. Вот амазоновские посылки всегда можно открыть голыми руками. Без всяких ножниц. Это держалка для полотенец бумажных. На стену. Вот такая вот. Потому что меня бесят стоячие держалки. Они такие некомпактные. Много места занимают. У меня была до этого под ящичком. Вот здесь было прилеплено. За доллар шеин. Но она сломалась через пару месяцев. Потому что там очень тонкий пластик. Это железная. Здесь не должно сломаться. Так, степуан. Понятно. Сейчас мы протрем просто. И приклеим. Вот так вот у нас теперь будут висеть полотенца. Ну, конечно, так себе. Немножко подбешивает. Слишком-слишком много. Место всё равно занимает. Приехали в Северный Голливуд. Искать нам новую машину. Ну, как новую. Коли, машину у меня есть. Мы уже выкупили у нашего предыдущего владельца. У кого мы снимали её год. Потом мы решили её выкупить. Вот. Здесь такой довольно-таки милый район. Довольно-таки мексиканский. Сейчас я вам его так не вижу. Там вот такие маленькие домики. Это не очень богатые районы. Так выглядит обычно. Вот. Но зато в чём плюс. Здесь очень красивые горы. Почему-то не видно. Почему не видно? Давайте-ка приблизимся. Не видно. Всё равно. Вот здесь вот виден пик горы. Вот. Приехали в какой-то салон. Кстати, пример того, что оставляют на улице. Кресло на колёсиках. И вот какой-то такой вот доисторический телевизор. Но он, правда, не рабочий, потому что в нём дырка. Вот. Но это прям стандартно. Идёшь по улице и такой, так, ну, сейчас мы обновим наш интерьер. И, кстати, здесь есть листья сухие даже. Потому что здесь такая более природная часть. Здесь меньше пальм. Больше таких деревьев с листочками. Но, тем не менее, вон и кактусы у кого-то есть у дома. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ехать вот так. Только здесь нельзя ездить, по идее. Здесь же нет ремня. Как ты сделал с дальнобойщиком. Ничего нельзя есть. Знаешь, как ремня нет. Мне кажется, он... вот он. Есть, Коль. О, он как в самолёте пристёгивается. Ё-оу. Вот это круто. Это мы сели в старый... Тахос? Это Сабурбан, да. Ну, это Тахос, что я старый. Да какая разница, это просто Тахос, что я старый. Огромная машина сзади. И мы просто поняли, что здесь есть посередине. Недостаточное просто вот. О, это очень удобно. Мне такого не хватает, чтобы из этой штуки ещё что-то доставалось. Блин, ну он, конечно, классный. Он функциональный. Он огромный. Знаешь, как будто взяли машину и просто увеличили её. Сейчас поедем тест-драйвить вот эту вот BMW какую-то 2000-го или 98-го года. Вагон. Длиннющую, кожаную. С белым салоном. Вот. Так вот она выглядит спереди. Симпатичная, но я думаю, что я в ней не смогу её водить, потому что в ней не очень удобно мне сидеть. О, боже, что это такое? Детям покупают машину какую-то громкую. Ну, машина была, конечно, хорошая. 99-го года, но она не разгоняется вообще. Вот. Есть такая, почти такая же, поновее. Стоит столько же. Скорее всего, она ездит лучше. Вот. Ну, честно говоря, мне такое не очень заходит, но, опять же, мы не для меня выбираем машину, хотя мне всё равно придётся иногда на ней ездить. Вот моя машина. Самая лучшая. Тоже не разгоняется, нифига не ездит, но в ней очень удобно сидеть. Я прям чувствую себя над дорогой. Любимое наше занятие. Заезжать в банкомат, не выходя из машины. Вот. Как хорошо так засветился экран, и вообще ничего не видно, что ты там делаешь, но видно, что ты вылез. Вот. Сейчас вы дадут деньги, представляете? Такие вот чудеса. Ещё если можно было бы тут поесть и заказать, цены бы не было, потому что мы очень голодные. Так. 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 Субтитры сделал DimaTorzok